Мне бы хотелось рассказать чуть-чуть о своей жизни, о том, что я прожила и в каких странах я жила, поэтому я по-настоящему чувствую себя счастливой за ту жизнь, которую я живу снова на родине своего отца. После многих лет я вернулась в страну, которую люблю и чувствую, как свою родину, потому что родилась я в России 46 лет тому назад. Мой отец грек и мама белорусская. Они прожили в Узбекистане 35 лет и решили вернуться в 1977 году в Грецию, на родину папы. Конечно, проблемы в Греции нам не помогали вернуться раньше, и после многолетних стараний мы смогли получить ответ на наши документы на возвращение на родину моего отца. Сразу же после возвращения в Грецию я с братом продолжили учение в школах. Одно из этих было музыкальное училище для меня, там, где я училась фортепьяно. В те годы я также познакомилась со своим супругом, англичанином, который тогда работал в Греции. Вместе мы, после того, что хотели что-то большего в жизни, решили поездить по странам, где мы могли без страха в душе найти что-то новое, неопознанное, которое нас изменит в лучшую сторону. Не могу сказать, что наша жизнь была лучше во всем, но точно имела много причин, чтобы мы увидели страны, такие как Англия, Испания, Германия, Китай, Португалия и, конечно же, Греция, где мы жили на равных правах и работали как все, а не просто как туристы. Во всех этих странах мы были счастливы, и нам повезло познакомиться со многими людьми, с горячим сердцем и желанием работать. Мы были счастливы, познакомились также с разными культурами, и все это, конечно, поменяло и наши характеры. Да, хорошо все это слышится и красиво, когда я вам рассказываю, но совсем по-другому, когда ты это живешь. Главное, то, что мне хочется вам сказать и всей этой маленькой истории, это то, что все могут иметь открытое сердце и мысли. Ищите всегда только позитивное, где бы вы не были и с кем бы вы не были. Потому что у того, у кого позитивное мышление и сердце ребенка, сможет прожить и увидеть всю красоту жизни, которая возле нас, забывая плохие моменты в те минуты. Один друг с любой стороны останется всегда друг на вашу жизнь. И это счастье, точно так же, как в один момент он может позвонить вам, и с другого конца телефона вас спросит, «Как дела? Все хорошо? Когда я тебя увижу? Да, я соскучился по тебе». Эти моменты незабываемы и точно так же не имеют никакой цены. Поэтому я вам советую, ищите новых, хороших друзей каждый день, даже если вы не в своей стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова